А вы к нам присоединяйтесь, вы не убегайте. Мы вас снимаем сейчас. Давай, отставить. Вот моя камера еще. Братцы, естественно, не мог пройти ноги, не пронесли мимо. Нацкип-СОО. Люди, кто вырос, как я, при Советском Союзе, каждый охотник, это буква сочетания повергала просто в трепет. Потому что самые лучшие охотничьи ружья делали всегда нацкип-СОО. У меня есть ружье в личной коллекции МЦ-111. МЦ-111, 60-го года выпуска, феноменальное ружье. Честно говоря, сделал из него пару выстрелов, потом долго чистил, протирал тряпочкой, положил сейф и с гордостью показывал друзьям. Теперь посмотрим, что у нас. Выставка гражданская, вы помните. И мы попросим представителей СКИП-СООО рассказать нам, пожалуйста, о двух замечательных винтовках. Одна винтовка, я так понимаю, это гражданская версия боевой снайперской винтовки, которая стояла и стоит на вооружении российской армии. И что-то совершенно новое. Под очень интересный патрон 300 лапу Аммагнум. Итак, давайте мы об этой винтовочке. Расскажите нам, пожалуйста. Да, это гражданская версия будет. Громко говорим, нас слушают. Винтовки МЦ-116, которая с этого раздвижения. Она на гражданский рынок сертифицируется под маркой МЦ-561. В чем ее отличие от армейской? Отличий не будет никаких, кроме, скажем, креметок, которые... То есть вопрос будет по твисту. Изменение следообразования. Единственное. Единственное. Да, патрон остается тот же 7,62х54. Любимый многими. Вес тот же самый. Все в той же форме. Единственное, там может быть изменение по дурному тормозу. Да, это вариант. А характеристики ее не ухудшались сознательно? Ничего не ухудшается сознательно, никакие материалы не меняются. То есть при создании гражданской версии важно только следообразование. Думаем, дополнительных никаких меток делаться не будет. Может быть, просто изменится почерк. Мы можем сказать, что в Вильселе сейчас появилась прекрасная возможность заиметь дома реально точный аналог боевой винтовки, если вы практикуетесь в стрельбе, если вы любите военную службу. Причем для практики, для дома, для 7, так сказать, купить вот эту винтовочку. Да, это тоже остается та же самая винтовка. Единственное, что момент, это будет количество следов, которые, да, разделятся на них. Ни материалы, ничего, ни шаг нарезок, ничего меняться не будет. Может быть, нет, количество, может, еще об этом сейчас решается. Спасибо. А что вот это за чудо техники? Давайте перемещаемся, парни, поближе. Ну, перемещаемся к новинтовке. Это идея, сейчас идея создания винтовки, так называемая, со ствольным блоком. Что значит, давайте мы ее расскажем. Ствольный блок, это, скажем так, отличная от обычного, стандартного схема закрепления ствола. Да, да, то есть, если в этой винтовке, как классической, используется крепление коробки. И ствол вывешен. Да, ствол вывешен. Здесь используется схема обратная. Здесь мы закрепляемся за ствол, а коробка является у нас свободно вывешенной. То есть, полностью у нас имеет задор. Аналоги западные у нас есть, по-моему. Аналоги западные есть, короткие баррел-блоки используются в спортивной стрельбе. У нас сейчас идея первая, этот баррел-блок сделать максимально возможным. То есть, мы, вот как сейчас, чтобы войти в вес спортивной винтовки, которая используется для дальней стрельбы в международном F-классе, который это стрельба на тысячу. То есть, вот эта модель как раз была создана для стрельбы на тысячу, но с максимальной длиной ствольного блока. Мы можем сказать, я поинтересуюсь, я всю военную тематику все равно сбиваю, что, в принципе, если все получится, то здесь закладывается мощный потенциал под боевую винтовку. Я правильно понимаю? Да, патрон, используемый здесь, просто используется... 300 лапуа магнум и 38, да? Да, не обычный спортивный, который используется для дальней стрельбы, там, 7 мм. А все-таки используется 300 лапуа магнум. Он помощнее даже, чем 338. Это как бы аналог, аналог 338, но у него характеристики, например, перехода нодозвук у него получат. При использовании тяжелой пули 300 и самой тяжелой, которой мы имеем 230 грейн, например, переход нодозвук здесь будет где-то 1600 метров. В отличие от 338, где-то 1400 мы получали. То есть у него есть выигрыш где-то в несколько сот метров при переходе. Это значительно. Это значительно. И по расчетам приноса даже энергии в желудке, то есть мы получаем немного выигрыш. Поэтому это как бы винтовка для стрельбы на дальние дистанции в том спорте, в котором мы участвуем, F-классах. Но впервые, не знаю, наверное, у нас в стране, идея первого воплощения этого ствольного блока. Скажите, пожалуйста, ствол изготавливается в России или вы на заказе? Да, нет, ствол это тульский ствол. То есть вы делаете? Да, это полностью тульский ствол вместо химического у нас прожжёга. То есть по той технологии, которая у нас делается, стволы на МЦС, сделан этот ствол. То есть всё наше, то есть как бы, ну просто впервые попытка, первая попытка, идея вот этого ствольного блока, бароблока. И именно в таком исполнении максимально. То есть мы сейчас пока... Обкатываете? Да, обкатываем, мы ещё не знаем. Может, его надо будет делать длиннее. Может быть, вернуться к корочей версии, такими, как используется. Но это пока наша идея, мы хотим это использовать. То есть прожить себе немножечко, попробовать. Да, прожить. Сейчас почему? Она должна была использоваться. Там вот Вадим Викторович должен был с ней выступить на соревнованиях российский по F-классу. Но пока мы не смогли этого сделать вот этой осенью, потому что проходит сертификацию этот патрон 300-й лаплама. У нас в России его не сертифицировано. Поэтому сейчас занимаемся именно подготовкой документации, сертификации. Как только он будет готов, эти винтовки можно будет уже получить на руки, вывести их с территории завода, чтобы не стрелять в тире на том, что мы, где мы получаем, а работать с ней. Идея получить группу, кучную группу на максимально продолжительном участке. То есть 20 выстрелов, которые мы делаем в зачетной серии на 1000. То есть сохранить эту группу, ну как бы зажав эти все вот вибрации ствола. Ну что ж, спасибо вам. Надеемся в следующем году придем, увидим уже серийный образец. Старайтесь. У нас есть еще продолжение. Дело в том, что я стреляю действительно F-класс F-Open, а Андрей стреляет F-класс F-TR. И у нас есть идея, не идея, а даже задача стоит, эту винтовку сделать еще в 308-м калинии. То есть в конце построения будет примерно сохранен, практически, почти. То есть, грубо говоря, вы обрабатываете сейчас новое техническое решение. Да, идея обрабатывала. Которое вы работаете. Единственное, что она будет полегче, конечно. Безусловно, 308-м. Почти на 2 килограмма должна быть легче. Ну и точно так же надеемся, что и Андрей с однию сможет выиграть чемпионат Европы. Удачи вам. Спасибо огромное, друг. Ну это, конечно, хирургический инструмент. Но что радует, еще буквально, друзья, не так давно, 10 лет назад, было немыслимо увидеть оружие в подобном исполнении отечественного производителя. Каждый год делается небольшой шаг, но вперед. И за 10 лет мы уже видим, вот смотрите, я просто помню первые выставки, как они проходили. И сейчас, ну это уже шедевры, друзья. Это уже шедевры. Надеюсь, что скоро мы не то что догоним и перегоним, по крайней мере, начнем делать очень качественное отечественное оружие, что не может не радовать.